Роскачество забраковало мягкие игрушки хаги-ваги. Кто это, хорошо знают даже дошкольники. О опасности для здоровья и психики детей рассказали эксперты на пресс-конференции агентства ТАСС. Специалисты Роскачества выбрали игрушки в 18 типах торговых точек. Маркетплейсы, гипермаркеты, подземные переходы и изучили товар по 59 показателям. Это, например, токсичность, микробиологические параметры. В результате у 67% игрушек отсутствовала информация о сертификатах. В товарах найдено ядовитое вещество. Прежде всего, обращает на себя внимание содержание фенола. Это 89% исследованных образцов. Мы понимаем, что это, прежде всего, путь к аллергии, к раздражению кожи. Ну и, в принципе, в зависимости от того, спит ребенок с ней или не спит, может вызвать и отравление. Как следствие, превышение по показателю индекса токсичности. Ну и вот те 50%, которые третьи у нас указаны, это, что называются, ошибки кроя. У 9 торговых марок после 5 стирок при 30 градусах, то есть достаточно щадящий режим, отмечена потеря формы, разошедшиеся швы и оторвавшиеся липучки. Из положительного бактерий и грибков не обнаружено. Краска после нескольких стирок не побледнела. Также Роскачество провело научно-исследовательскую работу вместе с психологами, педагогами, детьми и родителями. Встал вопрос, как влияет Хаги-Ваги на психику ребенка. Оказалось, что дети не связывают этого мягкого монстра с компьютерной игрой-ужастиком. Для них это обычная игрушка-обнимашка, которая подчеркивает статус. Специалисты ведомства разослали результаты по торговым точкам. Азун, Яндекс.Маркет, Вайлдберес и Сбермега-Маркет сняли с продажи, убрали из своих сайтов карточки с товарами-нарушителями. Детский мир запросил у поставщиков продукции сертификат соответствия и до предоставления этого сертификата приостановил реализацию соответствующего изделия. Продолжение следует...